Динамо, Самара и Тюмень второй матч шестого тура начали в 12.30. Непривычное время для начала матча, особенно если в предшествующий вечер была еще одна игра, которая завершилась 4-3 в пользу Волжан. Но все это ушло на второй план сразу после стартового свистка на второй матч. Почти не играем в такое время, но мы профессионалы, что делать, приходится подстраиваться под любые условия, которые предоставляются. В первом тайме самарцы на правах хозяев больше атаковали и смогли воплотить количество атак в качество. На перерыв команды уходили при счете 2-1 в пользу Динамо. Но после перерыва самарцы допустили несколько ошибок и футболисты Тюмени вышли вперед. Качество лучше, результат хуже. Наверное, да, бывает такое, но эпизоды были хорошие, команда хорошо работала. Единственное, что не понравилось, что мы второй тайм из раздевалки вышли и получили два быстрых гола. Которые, наверное, повлияли на исход всей встречи. Динамовцы попытались переломить ход встречи, но гостей выручали голкипер и каркас ворот. Несколько раз самарцы посылали мяч в штангу. Затем Заболонков срезал мяч в свои ворота и счет стал 2-4. После этого команды обменялись опасными моментами. Самарские защитники несколько раз выбивали мяч из пустых ворот, а Тюменцев пару раз спас голкипер. Обменялись соперники и голами. При счете 3-5 «Динамо» сняли воротаря и выпустили пятого полевого, но не смогли реализовать численный перевес. Точку в матче поставил Антошкин, который забил гол на последних секундах матча. 3-6 победа Тюмени. Команда рук не опустила, что понравилось. Продолжали ревную свою линию. Я смотрел в глаза наших футболистов. Была собранность, соизоточенность, что понравилось в этом моменте. И потихоньку стали выравнивать игру. После 12 своих игр «Динамо Самара» сохраняет первое место в турнире на таблице, имея в активе 21 очко. Но у идущих следом команд есть еще игры в запасе. Следующие матчи «Волжский клуб» проведет на выезде против Нижегородского «Торпедо» 3-4 декабря. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok